Правительство Индии одобрило просьбу российской стороны позволить отечественным компаниям или финансовым структурам инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в резервном банке Индии. Нужно отметить, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Индия за последние десятилетия развиваются очень интенсивно. Между двумя государствами интенсивно развиваются и политические, и экономические, и культурные аспекты. И что между этими государствами существует взаимопонимание и доверие. Достаточно серьезные, прочные, глубокие и долгосрочные связи. Речь идет здесь и о поставках сырья, и о поставках военной техники и оборудования из России, и поставках отдельных видов продовольствия из Индии в Россию, в частности риса. И поставках огромного количества лекарственных препаратов. Приобретение России долговых обязательств индийских компаний дает возможность российским инвесторам использовать остатки неиспользованных денежных средств на территории Индии для приобретения инвестиционных документов. Ценные бумаги это в первую очередь канал движения капитала, канал движения инвестиционных ресурсов, в том числе между странами. Если российские компании имеют возможность приобретать ценные бумаги индийских компаний, это значит, что капитал может перетекать из России в Индию. И наоборот, если индийские компании имеют возможность приобретать ценные бумаги российских компаний, это канал доступа индийского капитала на наш внутренний рынок. С моей точки зрения Индия очень правильно выбрала момент, когда возможно привлечь дополнительные инвестиции из Российской Федерации, поскольку действительно Запад отказался от сотрудничества с Россией, отказался от того, чтобы Россия вкладывала деньги в какие-то совместные с проектом Западом. А Индия, напротив, открыла двери и готова принять российские инвестиции. Важно отметить, что Индия заинтересована в том, чтобы другие страны развивали ее экономику, потому что это страна, чья экономика растет с интенсивной скоростью и требует дополнительных финансовых вливаний. Поэтому решение о российских инвестициях является выгодным для обеих сторон. Залина Султанова, Роберт Хасанов, Универньюз.